Продолжение следует... Командующий фронтом генерал Брусилов ждет только одного – решения верховного главнокомандующего, императора Николая II. Но тот медлит. Если момент будет упущен, другого шанса может и не быть, так и не отдав препарат. Продолжение следует... Генеральный штаб бездействует и готов отменить наступление. И тогда Брусилов принимает решение сам. На карте стоит все. Исход сражения, исход войны и его личная карьера. Генерал верит в успех. И его самый главный аргумент – данные разведки. Брусилов считает, что знает о противнике практически все. Как ему удалось собрать такие подробные сведения? Почему он им безоговорочно верит? И не ошибся ли боевой генерал Алексей Брусилов, когда пошел вразрез с мнением всего русского штаба во главе с самим императором? Эта война для России не стала ни быстрой, ни победной, как это многим виделось вначале. Экономика и промышленность оказались не готовы к тому напряжению, которых потребовала военная обстановка. Именно поэтому, стабилизировав линию фронта, некоторые военные круги Российской империи не считали возможным переходить в наступление. У Куропаткина и Эверта были свои взгляды. Они полагали, что лето 16-го года необходимо провести в пассивной обороне, в ожидании, пока российская промышленность не даст фронту достаточное количество тяжелой артиллерии, необходимой для прорыва. И Куропаткину прилежат слова, которые он озвучивал перед сарем, что прорыв линии обороны противника совершенно невозможен. Тем не менее, военно-политическая обстановка заставляет генеральный штаб силами трех фронтов – Северного, Западного и Юго-Западного – готовить наступление. Предполагалось, что наносить его в масштабе фронта следует, сконцентрировав силы на направлении главного удара. Амбициозный и решительный генерал Алексей Алексеевич Брусилов видит в этом слабое место, которое может привести к катастрофе и разгрому всей русской армии. Он предлагает свой план наступления. Он предложил оригинальную схему наступления своего фронта, когда четыре армии одновременно наносили удары в разных местах, причем ни один из командующих этими армиями не был уверен в том, что именно его направление главное. В принципе, они все считали, что наносят главный удар. Они, соответственно, не воспринимали свою задачу как вспомогательную, все действовали с полной отдачей. Все бесконечные долгие споры в генеральном штабе он снова и снова прокручивал в ночь перед наступлением. Самый главный аргумент его критиков – не хватит сил. Но на это Брусилов задавал свой вопрос. А откуда вы знаете, какими средствами располагает противник? Ведь нужно понимать, с чем сравнивать. Есть у вас данные разведки, чтобы утверждать, что противник действительно так силен? Более всего русским войскам досаждал постоянный артиллерийский огонь. Артиллерия вообще главенствовала на поле боя в Первую мировую войну. Именно от нее в основном и несли потери. Германия, а с ней и ее союзник Австро-Венгрия, в канонирском деле были сильны. Но настолько ли, чтобы русские пушкари не могли с ними справиться? Брусилов считал, что ответ может дать только артиллерийская разведка. Ее задача заключалась в обнаружении огневых точек противника, в выявлении перемещения артиллерии вдоль переднего края противника. Это было крайне важно при прогнозировании действий противника, потому что на направлении главного удара противник сосредотачивал максимум артиллерии наибольшей мощности. И выявление этой артиллерии перед своим передним краем могло помочь командованию узнать о действительных замыслах противника. В деле ведения артиллерийской разведки Брусилов опирался на опытнейшего офицера, которого позже заслуженно назовут новатором в деле артиллерийской разведки, инспектора артиллерии 8-й армии Юго-Западного фронта генерала Михаила Ханжина. Можно даже сказать, что накануне сложной операции это была небольшая победа Брусилова. Кадровая. Надо отдать ему должное. Он очень грамотно расставлял людей на необходимые места. Ханжин полностью разделял мнение своего командира. К началу 1916 года в войсках Юго-Западного фронта было уже достаточно много дальнобойных орудий, чтобы подавить батареи противника. Но была одна загвоздка, которая не позволяла использовать их технические возможности в полную силу. На протяжении всей Первой мировой войны российская артиллерия испытывала так называемый снарядный голод. Он заключался в систематической нехватке снарядов для орудий. И этим мы существенно уступали немцам, австро-венграм, нашим противникам. А поэтому Россия не могла позволить себе такую роскошь, как стрельбу по площадям. Мы могли стрелять только по целям. А это можно было достичь только с использованием артиллерийской разведки. И Брусилов, и Ханжин четко понимали свою задачу накануне наступления. Нужно было только с максимальной точностью ответить на вопрос, где расположены батареи противника. Нельзя сказать, что такая работа ранее в русской армии не велась. Как нельзя утверждать, что она не велась на других фронтах. Артиллеристы разного уровня выезжали на передовые позиции, смотрели в бинокль, выискивали характерные нюансы фронта противника, их окопов, первой линии, второй линии, где у них, судя по виду позиции, могли быть блиндажи, где могли быть замаскированы огневые точки, и пулеметные, и артиллерийские. И составлялись периодические отчеты, еженедельные, ежемесячные. Анализировались изменения, анализировались, ну, в случае опроса пленных какие-то передвижения войск противника. То есть велась такая целенапральная подготовительная работа. Но все это были привычные мероприятия, о которых противник имел представление и принимал контрмеры. Прежде всего, маскировал свои батареи. Поэтому точно вычислить их координаты нашим артиллеристам удавалось редко. Ханжин пошел дальше и начал проводить так называемые провокационные обстрелы, цель которых была одна – заставить противника ответить в тот момент, когда на него направлено внимание артиллерийской разведки. Наблюдатели могли определить дальность до цели по одной вспышке выстрела, ведя расчеты в уме. Делали это просто. Считали, сколько секунд пройдет с момента засечки вспышки до слышимого звука выстрела и умножали это число на 330 – скорость распространения звука. Например, если 4 секунды умножить на 330, то получается 1320 метров. На таком расстоянии и находилась пушка. Уточнить ее координаты предстояло уже баллистиком. Узнав об этом способе, немцы стали вешать на стволы орудий холщовые мешки, выполнявшие роль пламя-гасителей. Тогда артиллерийская разведка освоила еще один способ определения координат – сопряженное наблюдение. Орудия засекали сразу с двух наблюдательных пунктов. Углы засечки наносили на карту. В точке пересечения прямых линий и находилась немецкая батарея. Одним из ярких примеров использования артиллерийской разведки и успешных примеров является использование артиллерийской разведки в Заамурском пехотном полку. Там командир полка назначил 16 наиболее подготовленных солдат, которые были расставлены в указанные им места на передовой. Благодаря ежедневному сбору информации от этих 16 наблюдателей была составлена подробнейшая карта для подавления артиллерии противника. Для точности расчетов применяли специальный оптический прибор – «Бусоль». В переводе с французского – это «компас». Применять его на суше предложил известный русский ученый Дмитрий Менделеев. Изобретатель установил на прибор шкалу угломера, фиксатор для стрелки, а для большей стабилизации использовал компактную раздвижную треногу. Позже, чтобы не попасть под выстрел вражеского снайпера, на «Бусоль» стали надевать специальную перископическую трубу. В этом виде перископическая артиллерийская «Бусоль» в российской армии применяется до сих пор, правда, в значительно модернизированном варианте. К лету 1916 года между русскими и немецкими артиллеристами развернулась настоящая гонка за скорость и точность определения координат. Тот, кто не поражал цель с первого залпа, сам становился мишенью. Русские артиллеристы в контрбатарейной борьбе побеждали гораздо чаще. В период подготовки к наступлению Брусилов вполне отдавал себе отчет об артиллерийских возможностях австро-венгерских войск, которые стояли перед его фронтом. Опасения других командующих, северного и западного фронтов, он искренне не понимал. Ведь и они могли изучить положение войск противника и не предполагать, а знать его возможности наверняка. Тем более, что они и должны были это сделать. К этому их обязывало не только знание военного дела, но и устав – настольная книга для любого офицера. В части, касающейся разведки, русский устав 1912 года в большей степени соответствовал уровню развития военного дела, чем устав полевой службы германской армии, принятый немного раньше, в 1908 году. К примеру, в статье 53 указывалось «Сбор сведений о неприятеле и о местности, на которой предстоит действовать, достигается разведыванием. Разведка неприятеля заключается в розыске его, в определении сил, расположения и действий противника». Таким образом, устав прямо требовал от командиров активности в ведении разведки. Источниками получения сведений считались разведывательные команды. Информацию следовало получать от пленных, перебежчиков, местных жителей, шпионов, из почтовой и телеграфной корреспонденции, бумаг, найденных у убитых и пленных, из газет, а также из сведений, выявленных по различным военным приметам. Указывалось, что на дальних расстояниях разведывательную службу несет конница, на близких – пешая разведка. Конная и пешая разведка в то время были для русской армии самыми, что ни на есть традиционными способами получения информации. Однако на деле многие командиры вникать в разведывательное дело по-настоящему не спешили и предпочитали действовать по обстановке. Какое-то время их выручала смелость, стойкость и неприхотливость русского солдата. Но долго так длиться не могло. Брусилов такого отношения к разведке не терпел и принял все меры для того, чтобы, по крайней мере, требования устава исполнялись неукоснительно. Заблаговременно, в период всей подготовки к наступлению, Брусилов силами своих разведчиков вел наблюдение за противником. Это были и наблюдательные пункты, которые были созданы во всех звеньях управления, начиная с роты. Самый низший уровень наблюдательного пункта был в ротах. Там наблюдение круглосуточно за противником вели наиболее смекалистые, подготовленные нижние чины. А на полковых наблюдательных пунктах дежурства несли уже офицеры. Недостатка в оптических приборах в офицерской среде не было. Существовала даже традиция, когда по выпуску из училища им вручали бинокль особой командирской серии с угломерной сеткой для цели указаний. В ситуации 1916 года, когда войска длительное время стояли напротив, по целям, которые неизменно давали на солнце блики, активно вели огонь немецкие снайперы. Но вскоре они лишились блестящих мишеней. На переднем крае русские наблюдатели начали применять перископы, которые поначалу делали сами прямо в полевых условиях из артиллерийской гильзы и зеркал. Народный перископ оказался настолько эффективным, что его запустили и в промышленное производство. Особым и притом ценным ресурсом генерал Брусилов считал небольшие подразделения пластунов. По сути, это был первый русский спецназ. Пластуны – это специфический вид разведывательных подразделений. И в особенности они характерны тем, что они были пешими. И, как правило, они использовали опыт так называемых охотничьих команд, которые были при завоевании Кавказа. В пластуны набирали в основном из казаков, потому и форму для них придумали привычную и удобную – черкески, папахи, непромокаемые кожаные чувяки. Правда, довольно-таки быстро она изнашивалась, и молодцеватые кавалеристы часто посмеивались над пластунами. Однако те в этом видели особый шик, ведь обмундирование трепалось не где-нибудь в тылу, а на самом, что ни на есть передке. Кто более всех прополз на брюхе, да пролежал в болоте или на санцепёке, у того и форма более истрёпана. Свою удаль молодецкую они проявляли и в быту, а особенно любили подшутить над земляками, казаками, зная наверняка, что те к разного рода насмешкам уж больно чувствительны. Эй, казак! Чё? Надяйку забыл. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смешный какой-нибудь. СМЕХ Ну ладно. Отдельных пластунов и брусилов, и подчинённые ему старшие офицеры знали лично. Были задачи, о которых знали лишь они, да доверенный пластун. Это была как бы особая группа, может быть, даже каста. Они выходили в рейды небольшими группами, с собой брали самое необходимое. Оружием у них был нож, затаиться в камышах, ждать, наблюдать за противником, отслеживать его. Пластаться – это именно оттуда и пошло. При боевом столкновении в ходе разведывательного рейда пластуны почти никогда не давались в руки врагам. Считалось, что пластун скорее потеряет жизнь, чем свободу. В русско-японской войне, в рукопашной схватке, они перебили подручных японских артиллеристов, захватили и перенесли на руках в расположение своих войск две полутонные артиллерийские мортиры. А на Кавказе упорно пересказывали историю, как 40 пластунов атамана Крыжановского одержали победу в схватке с двумя сотнями горцев. Если увидели противника, обязательно вступали в бой. И поэтому, не считаясь количеством врага, они шли в два-три раза превосходящей силы врага, они смело шли навстречу, рубились до последнего, и зачастую происходило то, что враг не выдерживал натиска и бежал. К 1915 году Брусилов сформировал 15 таких батальонов, впервые поставив им специальные разведывательные задачи. В разведку снаряжать, могущих считать и хорошо запоминать. При взятии языка надлежит обращать внимание не на любого чина, вести охоту на офицеров, потому что они знают больше. Те же требования, что и к пластунам, относились к казачьим разъездам. Не по-пластунски, а наоборот, верхом и нахрапом, они действовали так дерзко, как противник и подумать не мог. Конные разъезды были одним из самых эффективных видов разведки, особенно в ходе ведения наступательных боев или при действиях в тылу противника. Во-первых, подвижность. Во-вторых, внезапность действий. Почему они были, так сказать, первыми, первопроходцами глубинной разведки? Потому что они проникали в глубину войск противника. Они были действительно самым эффективным средством ведения разведки в глубоком тылу противника. И тем более они могли и назад доставить вестовыми посильными сведения быстрее, чем пешие разведчики. Чтобы бесшумно пробираться в тыл противника, на копыта лошадям надевали цыганские сапоги, войлочные тапки, подбитые грубой сыромятной кожей. Скрытно достигнув нужного места, разведчики неожиданно уничтожают дозоры, нападают на штабные палатки и берут языка. Если получается, то на ходу еще и жгут обозы. Практически за все выходы казаки, если доставляли какие-то ценные сведения, выходов было достаточно много, потому что одни оставались смотреть, следить за неприятелем. Потому что казачья разведка была, это глаза и уши подразделений полка и корпуса, и дивизии в том числе. Поэтому в этом случае один оставался отслеживатели, два казака, а другие спешили доложить командованию, куда движется неприятель, или какие-то маневры, или какие-то действия неприятеля. В штабе Брусилова разведывательную информацию, добытую пластунами, конными разъездами и наблюдателями, тщательно изучали. Выводы докладывали командующему для планирования операций. Впоследствии окажется, что именно эта информация составит 80% от всей полезной информации о противнике. На всем протяжении операции бались пленные. Постоянно. С какой целью? С целью уточнения состава войск противника. Произошли изменения или нет? И, например, эти поиски показали, что немцы две дивизии отправили на французский фронт, а Австро-Венгра сняли две дивизии и отправили их на итальянский фронт в связи с развернувшимися активными действиями войск-контанта. То, что возможности противника в целом достаточно ограничены, Брусилов понял довольно быстро, а разведка подтвердила его выводы. Война эта отличалась масштабностью и огромной протяженностью фронта. Не зря же ее сразу назвали «Великой». Причем Германия и Австро-Венгрия воевали не только здесь, на Востоке, но и на Западе с Францией и Великобританией. Другое дело, что агрессор изначально планировал масштабные военные действия, и его штабы оказались более подготовлены к ведению войны нового типа – мировой. В ответ на удар русских войск они всегда готовы были перегруппироваться и отразить его за счет резервов. Именно поэтому Брусилов настаивал на том, чтобы наносить не один удар, а сразу четыре. Он решил готовить удары по противнику в полосе каждого корпуса и каждой дивизии. Таким образом, противник наблюдал, что в 20, 25, 30 пунктах русские готовятся перейти в наступление. Захват пленных, допрос перебежчиков показывал неприятелю, что на каждом из этих участков готовится наступление. Он был дезориентирован и не мог ни на одном из этих участков собрать мощный кулак, чтобы дать отпор наступлению русских. Конечно, Брусилову пришлось пожертвовать массированностью наступления на направлении главного удара, но этим достигалась внезапность. В ночь перед наступлением генерал отчетливо понимал, что, действуя по своему плану, он поступает единственно верным способом и распыляет прежде всего не свои силы, а резервы противника. Когда, наконец, зазвонил телефон прямой линии с начальником генерального штаба, он сразу снял трубку. 21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Брусилов ответил Алексееву, что шаблон, принятый для действий Западного и Северного фронта, не принесет результатов, в том числе он обречен на провал и на Юго-Западном фронте. Поэтому он будет действовать так, как он и объявил на совещании в Ставке, что если с его предложениями не согласны, он готов оставить свой пост. На первый взгляд может показаться, что Брусилов вел себя по отношению к вышестоящему командованию непозволительно, тем более, что на этом разговор не закончился. Алексеев мне ответил, что Верховный уже лег спать, и будет его ему неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко ответил, «Сом Верховного меня не касается, и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас ответа». На это генерал Алексеев сказал, «Ну, Бог с вами, делайте, как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю-императору завтра». На самом деле генерал Брусилов не вышел ни за рамки субординации, ни за рамки своих полномочий. Таков уж был уклад Верховном командовании Русской императорской армии того времени. Дело в том, что ставка Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны обладала очень странной компетенцией, иного слова не подберешь. Верховным главнокомандующим был император Николай II, непосредственную всю работу делал начальник его штаба, генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. У Алексеева не было полномочий отдавать кому бы то ни было на фронте непосредственное распоряжение и приказы. Он мог только рекомендовать, мог только советовать. А уж выполнять эти рекомендации или нет, решал каждый главком сам по себе. И вот на этом основывалась очень неправильная, в корне порочная практика, когда главкомы русских фронтов зачастую просто не выполняли распоряжение ставки, потому что считали, что на месте им виднее. Таким образом обратиться к императору напрямую Брусилов не мог. А начальник генерального штаба не мог отменить решение командующего фронтом, как вести наступление. Брусилов не стал ждать утра и отдал приказ о начале наступления. Как все уже в его штабе привыкли, приказ он отдал устно. Ни телефонной, ни телеграфной связи он не доверял. Радиосвязь накануне наступления в его частях и вовсе оказалась под запретом. И совсем не потому, что генерал не принял достижения прогресса, а как раз наоборот, потому что об этих достижениях он знал практически все. Радиоразведка являлась одной из технических новинок, которые стремительно ворвались в военные дела накануне Первой мировой войны. И в годы Первой мировой войны получили интенсивное развитие. Надо сказать, что в России радиоразведка получила развитие преимущественно в военно-морском флоте. А если говорить о сухопутном фронте, то, конечно, доминировали радиоразведчики противника – Австро-Венгров и Германии. Считается, что радиоперехватом положила начало история, когда немецкий радист случайно настроился на чистоту русского штаба. Вывод был очевиден – радиоэфир можно прослушивать. Радиоразведка, конечно, имеет рядом преимуществ. Прежде всего, не обусловлены особенностями ее ведения. Радиоразведка действует без непосредственно контакта с объектами разведки. Во-вторых, радиоразведка проводится скрытно. Неприятель может даже и не догадываться о том, что она ведется. Радиоразведка добывает огромное количество различной информации. И эта информация достаточно достоверна, потому что она исходит от самого противника. В сухопутных войсках новые радиостанции начали широко применять с 1910 года. По радио передавали информацию в штабы, координировали действия армии, использовали для управления огнем артиллерией. Практически с первых дней войны стороны начали вести радиоперехват. Особенно в этом преуспели австро-венгерские армии, которые сейчас находились напротив Бусилова. Также противники к этому времени стали использовать радиопередатчики для дезинформации. Это стало новым вением в военном искусстве. Летом 1915 года австро-немецкая разведка подслушала у русских войск, что они в определенном месте дислоцировали огромное количество радиоразведочной аппаратуры. Естественно, радиоразведка австро-германская доложила своему командованию, что, скорее всего, там находятся определенные крупные формирования русских войск. Но другие виды разведок не подтвердили данного факта. Это всего лишь русские войска пытались путем разведленной радиодезинформации показать картину того, что здесь формируются крупные сосредоточения войск. На самом деле там русских войск не было. Брусилов хорошо изучил опыт применения радио. Приказы таким способом передавать он запретил. И тем не менее, в начале июня 1916 года русские радиостанции работают на полную мощность. Противник одну за другой перехватывает радиограммы об укреплении рубежей и строительстве четвертой линии обороны. Все говорит о том, что русская армия на этом участке фронта контратаковать не собирается. На самом деле, по приказу Брусилова, связисты выдают в эфир дезинформацию. Чтобы в этот раз военную хитрость не раскрыли, генерал предпринимает и другие усилия, которые должны полностью успокоить противника. В целях дезинформации противника по приказу Брусилова продолжалась отправка офицеров и солдат в отпуска. Проводились показные занятия. Все способствовало тому, что никаких наступательных действий не предвидится. Более того, войска, которые пребывали на усиление фронта и предназначались для активного участия в будущих наступательных действиях, на передний край не допускались. Только разведчики и выделенные офицеры от этих команд. На таком уровне, как Брусилов, в годы Первой мировой войны не готовил выступления ни один русский военачальник. Более того, служебное рвение в определенной степени считалось мавитоном, ведь это неизбежно приводило к спорам, а государь любил, чтобы в его окружении царили мир и согласие. Единственное, что в те годы невозможно было скрыть ни от противника, ни от своих – полеты разведывательной авиации. К этому времени ее возможности тоже были учтены в Устале. Аэропланы наиболее способны к быстрому доставлению сведений на основании частых, но кратковременных наблюдений. Заглянуть как можно дальше в расположение противника, а лучше на всю глубину его обороны – давняя мечта всех полководцев. Естественно, не упускает такую возможность и Брусилов. В период подготовки к Брусиловскому прорыву впервые в мировой истории авиация произвела фотографирование переднего края противника в полосе обороны целого фронта. До сих пор такого прецедента создано не было. И Брусилов такую работу провел. За те недели, которые были отведены ему для подготовки прорыва, аэропланы Юго-Западного фронта 6, 7, а местами и 8 раз восьмикратно сфотографировали позиции противника. Это позволяло составить подробные фотопланшеты, карты, которые были распечатаны, размножены, растиражированы и распределены в войсках вплоть до мелких подразделений. К началу Первой мировой войны в России были представлены и запущены в серийное производство скоростные французско-немецкие истребители «Моран» и «Альбатрос», на которые устанавливались обычные серийные кассетные фотоаппараты, способные делать по 5-10 снимков. Главное их предназначение – ведение воздушной разведки. Конечно, летчик своими глазами видел реальные объекты, хотя при этом надо было летать ему достаточно низко, чтобы их было видеть. Во-вторых, для наблюдения привлекались не просто летчики, а, как правило, летчики-наблюдатели. Это была вообще отдельная каста в русской армии. Это были представители или вообще генерального штаба офицера, или же имеющие образование, ну, в общем-то, как мы называем, академическое. Собственное самолетостроение в России стали развивать только накануне войны. Это бомбардировщики «Илья Муромец» и самолет-разведчик «Лебедь». В 1914 году заводы «Антара» и «Дукс» по соглашению с союзниками начали выпуск французских машин «Форман», «Вуазен» и «Ньюпор». Новые самолеты активно поступали в войска. На Юго-Западном фронте насчитывалось около 70 машин, 20 из них были переоборудованы в разведывательные. Требывался постоянный полет и перепроверка, поэтому появляется новое направление, так называемая фронтальная съемка. То есть это когда объект снимался не конкретно с точки, то есть на зависание, а снимался под определенным углом, что позволяло рассмотреть его не только центр, но и так называемые фланги. А потом, значит, стали еще предпринимать такие действия, когда стали снимать, заходя с тыла противника. Плюс появилась так называемая съемка с переклёстом. То есть что это означало? Когда, значит, скоростной идет съемка, значит, по площадям, вот, и она идет, переклёстывает вот каждую съемку на 30%, чтобы было, по крайней мере, было подтвердить нескими снимками, а один тоже объект. На новых русских самолетах устанавливали новейшие аэрофотоаппараты русского военного инженера подполковника Патэ. Именно он впервые использовал катушечную фотопленку. Одной заправки хватало на 50 снимков. Высокое разрешение камеры Патэ позволяло разглядеть даже мелкие детали обороны противника. Таких характеристик не было ни у одного фотоаппарата в мире. У нас был создан в 1516 году, значит, аэрофотоаппарк. Он выполнил функцию подготовки специалистов для отрядов, потому что в каждом отряде были свои фотографы. Вот, и, соответственно, изучали, в общем-то, и свой опыт, который уже был на работе, и за рубежом. Аэрофотосъемка, артиллерийская разведка, радиоперехваты, разведка боем. Наступлению войск Брусилова в 1916 году предшествовала самая масштабная в русской армии стратегическая разведывательная операция. Неплохо вскрыт весь фронт обороны противника, Австро-Венка в первую очередь. Что тут стоит упомянуть? У нас в музее хранятся документы, касающиеся этой самой подготовки. Это отчеты за разные периоды одного из дивизионных инженеров 2-го армейского корпуса, состоящего там в 7-й армии Юго-Западного фронта, по одному и тому же позиции. То есть где стояла эта дивизия? Какие там с отметками, что прибывают новые части, какие еще организовали огневые точки, то, что сумели заметить. 22 мая 1916 года ровно в 3 часа русские войска Юго-Западного фронта начали масштабную артподготовку. 24-го в 9 часов утра они перешли в наступление. Операция началась без учета мнения Верховного главнокомандующего, и армии Брусилова атаковали противника сразу по четырем направлениям. В течение трех дней вся полоса обороны противника была прорвана полностью на тактическую глубину. И через три дня они уже углубились на территорию до 30 километров. Подтвердилось то, что вот эта детальная подготовка и вскрытие полностью всей системы огня противника способствовало уничтожению его огневых точек, способствовало уничтожению артиллерии его, тем более, что противник имел преимущество в артиллерии. Но она была парализована действиями войск. 7 июня 8-я армия заняла Луцк, а к 15-му разгромила всю 4-ю армию эрцгерцога Фердинанда. 9-я армия во встречном сражении буквально перемолола части противника и вскоре заняла Буковину. Только 7-я и 11-я армии вынуждены были остановить продвижение под сильными контрударами. Зато они оттянули на себя все резервы противника. Австро-Венгрия потеряла в боях свыше полутора миллиона человек и действовать на Восточном фронте более не смогла. Для союзников наступление русских войск решила исход сражения на Сонме и спасло от разгрома итальянскую армию. Румыния приняла окончательное решение выступить на стороне Антанты. Брусиловский прорыв является уникальным событием с точки зрения истории и истории развития отечественной военной разведки. Ничего принципиально нового, прорывного применено не было. Но новизна Брусиловского прорыва и заслуга Брусилова как полководца в этом прорыве заключается в том, что он, наверное, впервые в отечественной истории распорядился разведывательными ресурсами так, как это должно быть, так, как это предписано. Насколько ярко выглядел успех Брусилова, настолько бледно смотрелись на его фоне командующие других фронтов – Эверт и Куропаткин. По генеральному плану, именно их армии должны были обеспечить прорыв. Не имея точных данных о противнике, Эверт дважды откладывал наступление. А потом в последний момент и вовсе перенес направление главного удара на участок в районе Барановичей, не зная, что как раз там позиции германских войск были особенно сильны, и шансы прорвать оборону в этом месте были минимальны. Северный фронт Куропаткина и вовсе остался на месте, охотно подбрасывая Брусилову резервы. Масштабное русское наступление развивается до конца августа. Войска занимают Волынь, Буковину, Галицию. Алексей Брусилов так оценил итоги операции. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, доедать не могла, ибо решение военного совета от 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный имел своим девизом знакомое нам с японской войны терпение, терпение, терпение. Генерал Алексей Брусилов за успешное наступление был награжден георгиевским оружием с бриллиантами. Такой уровень награды никак не соответствовал значению его заслуг. Но государь-император так и не подписал представление на награждение его орденом святого Георгия второй степени. Отношения Николая Второго и Брусилова окончательно разладились. Но генерал больше переживал не из-за этого. Генеральный штаб так и не вынес уроков из этих операций. Для старорежимных генералов современная разведка по-прежнему оставалась непосильной военной наукой. После 1917 года Алексей Брусилов примет принципиальное решение остаться в России. В 1920 году он возглавит особое совещание при главнокомандующем всеми вооруженными силами Советской Республики. Одним из направлений его работы станет войсковая разведка.